Я сейчас нахожусь в Фуджейре. Ехать из Дубая в Фуджейру ориентировочно 2 часа. При этом есть удивительная особенность. Мы когда выезжали из Дубая, сейчас май. В Дубае мы выезжали, было 44 градуса. Пекло было невероятное. А мы приехали в Фуджейру и в Фуджейре 34. 2 часа езды, а температура воздуха на 10 градусов ниже. Большинство из вас знает, что Арабские Эмираты страна с невероятно большими запасами черного золота. И одна из самых богатых стран в мире. А вот сколько всего Эмиратов, какие они и что далеко не все занимаются добычей нефти, знают совсем немногие. Чем, например, живет Фуджейра, самый молодой Арабский Эмират, в котором нет нефти. Рай для дайверов, бычьи поединки, бизнес для творческих людей. Отправляемся в Фуджейру, чтобы узнать об Эмиратах больше. В своих прошлых видео я уже рассказывал, что Арабские Эмираты это не только Дубай и шоппинг-молы. Хотя у многих Арабские Эмираты почему-то ассоциируются именно только с Дубаем. Арабские Эмираты сами по себе, они состоят из 7 Эмират, которые, скорее всего, никто из вас не назовет. Именно все 7. Это Дубай, собственно говоря, это Абу-Даби, который является столицей. Это самый большой Эмират. Он занимает около 80% территории всех Арабских Эмиратов. Можете представить себе. Следующие это по популярности Шарджа, потом Аджман, дальше идут Рассельхайм, Фуджейра и Амалькувейм. Конечно же, скорее всего, мы будем приезжать с вами в Дубай. Ну, Дубай это мегаполис, и если мы говорим про отдых, на мой взгляд, ну, это как бы отдых в мегаполисе, шоппинг, тусовки, клубы, рестораны, ну, все, что можно себе представить вот роскошной вот этой вот элитной жизни. При этом в Дубае прям чувствуется недостаток природы. Ну, это как бы мое личное мнение. И за природой в Арабских Эмиратах нужно ехать дальше. И вот я сейчас нахожусь в Фуджейре. И в Фуджейре здесь, во-первых, само море отличается. Чем отличается море? У вас насыпают, вот как в Дубае насыпают везде искусственные острова, и там нарушена вся эта морская природа, да, подводный мир весь, он нарушен. Здесь же вот эти лодки, которые стоят вдоль берега, это все лодки для дайвинга. Сюда утром приезжают люди и отправляются на дайвинг. Здесь есть острова, здесь очень классный подводный мир. Конечно, не как в Египте, но тоже очень интересный. Здесь нет даже аэропорта. И чтобы попасть в Фуджейру, необходимо добираться через другие Эмираты. По уровню богатства он также уступает другим, так как здесь нет нефти. Однако это совсем не мешает ему привлекать туристов, а также зарабатывать неплохие деньги. Сюда едут за тихим и спокойным отдыхом, нередко семейным. Если в Дубае постоянная суета, присущая мегаполису, то здесь можно действительно отдохнуть от ритма большого города. Название Эмирата произошло от арабского фаджара, что значит разливаться или фонтанировать. Изначально Эмират был частью своего соседа, Эмирата Шаджа, а его независимости было объявлено в 1901 году. Но окончательную самостоятельность он получил в 1971 году. Эмират известен своими пляжами, протяженность которых около 90 километров, что занимает почти всю береговую линию. Воды из горных родников стекают к морю, благодаря чему Фуджейра выделяется среди других Эмиратов своим обилием зелени. Многие путешественники едут в данный Эмират с целью погружения в воду. Аманский залив считается лучшим местом в Эмиратах для дайверов. Местные рифы привлекают кораллами, разноцветными рыбами, муренами, скатами, морскими коньками и даже акулами. Географическое положение Фуджейры может превратить место в мощный туристический центр. С одной стороны территория омывается океаническими водами, с другой стороны расположены неприступные скалы. Здесь большое количество отелей, а вдоль береговой линии расположены кафе и рестораны. И цены значительно дешевле, чем в Дубае. И вот просто из-за погодных условий, то, что здесь не так жарко, как в Дубае, сюда приезжают, допустим, триатлонисты. Здесь организуют кемпы по триатлону, велик, бег, плавание. Во-первых, комфортнее по погоде. Во-вторых, здесь не так загружено. Здесь реально такой более уединенный отдых, когда у вас пространство, когда у вас природа и чувствуешь себя совсем по-другому, нежели в Дубае. Без яхт, элитной роскоши, без шоппинга, без дорогих машин, без небоскребов. Вот так спокойно, наедине с природой. У Фуджейры есть своя маленькая тайна. Несмотря на то, что здесь нефти нет, власти все равно нашли способ заработка, связанный с черным золотом. В 1996 году правительство совместно с греческой компанией Oil Corporation открыло здесь завод по переработке нефти. Через несколько лет, однако, производство свернули. Но уже в 2000 году здесь снова был открыт завод, а также порт Фуджейры, который играет существенную роль в нефтепромышленности, поскольку он является экспортером продуктов из нефти как на внутренний рынок страны, так и в другие государства. В какой-то момент правительство Арабских Эмират отказалось от покупки продуктов питания из других стран, и они решили начать вкладываться в развитие своих сельскохозяйственных угодий. Поначалу мало кто верил в успехи данной идеи. Климат здесь жаркий и засушливый, а дожди идут совсем нечасто, что не давало бы растениям шансов выжить. Но благодаря внедрению инновационных технологий полива удалось развить сельское хозяйство так, что оно теперь не только может покрыть внутренние потребности страны, но и позволяет заниматься экспортом продуктов. И главным поставщиком продукции стала как раз Фуджейра. Здесь также функционируют две свободные экономические зоны, благодаря которым в Арабские Эмираты начались многомиллионные инвестиции. И как следствие Фуджейра стала регионом с большими перспективами. Одна из таких зон – Creative City Фуджейра. Она появилась в 2007 году в качестве компании, дающей возможность развития бизнеса для тех людей, которые работают в музыкальной и художественной сферах. И здесь мне еще посоветовали заехать в музей один. Вот, собственно говоря, мы сюда и приехали. Сейчас я тоже вам покажу его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне что нравится вот в таких путешествиях, когда уезжаешь в какие-то отдаленные места? Потому что, ребята, себе даришь определенные моменты такие. Вот даже просто на дороге мы зашли в кофейню. Вот это дорога. Дорога. Ты заходишь в кафе, которое крутое по дизайну. Где делают классное кофе, где делают классную вкусную еду. Блин, ну это бомба. В Фуджейре находится самая древняя мечеть Арабских Эмиратов – Альбидия. По данным департамента археологического наследия, построена она была в 1446 году. Как она появилась, никто наверняка не знает. По одной из версий, построили ее рыбаки в честь найденной в море огромной жемчужине. Еще одно неофициальное название мечети – Османская. Ежегодно ее посещает около миллиона человек. Здесь, в горах Хаджар, спрятано настоящее природное сокровище – парк Вади Уарая. Вади в переводе с арабского значит «сухое русло реки». Одно из местных развлечений – Вади Башинг. Представляет собой заезды по Вади на авто или пешие прогулки по ним. Но самая знаменитая достопримечательность Фуджейры – это мечеть шейха Зайда, которая является второй по величине сразу после мечети Абудаби. У меня, кстати, есть отдельный выпуск про Абудаби, который вы можете посмотреть по ссылочке в описании. Здание мечети состоит из гранита и мрамора белого цвета, а также украшается шестью минаретами высотой в 100 метров. Это сложно поверить, но мечеть может вместить в себя 28 тысяч верующих. Не мусульмане туда зайти не могут. Погулять рядом и полюбоваться ее красотой без проблем. Каждую пятницу в Фуджейре проводят бои быков. Это одно из любимых зрелищных развлечений у местных. Судья внимательно следит за состоянием быков, и в случае, если одному из них угрожает травма, бои прекращают. Здесь нет цели перебодать соперника. Цель таких мероприятий именно развлекательная, без травм и жертв. Когда один из быков побеждает, его хозяин становится знаменитым. Впрочем, в случае поражения тоже. Но слава – это уже не такая приятная. В Фуджейре недавно открыли смотровую площадку. Можете подняться сюда на автомобиль. Ее высота 530 метров. Забавно, что смотровая на Буш-Халифе, куда я поднимался, 555 метров. То есть, там смотровая выше, чем вот здесь мы поднялись в гору. Но, тем не менее, виды очень красивые. Есть, пожалуйста, вот такой интересный ресторан. Внутри есть даже детская зона. Пока, правда, детей не видно. На улице 34 градуса детей не видно.